Меня зовут Александр Селезнев и вы смотрите программу Сладкие Истории. Я очень люблю отдыхать на острове Барбадос. Он находится в Каринском море. И когда я скучаю по теплу, то я готовлю банановые пирожки. И рецептом этих пирожков я сегодня с вами и поделюсь. А также мы приготовим коктейль, который называется Ленивая Ящерица. Для начала я беру 875 граммов просеянной муки. Добавляю туда 80 граммов растительного масла. И я делаю вот такую луночку. И вливаю туда растительное масло. Затем добавляю туда 125 граммов воды. И теперь я беру 80 граммов маргарина. Это где-то примерно половина пачки. С этим маргарином выпечка получается румяной, аппетитной и с нежно-сливочным вкусом. Но этот маргарин я ввожу не сразу, а его нужно предварительно растопить. Значит, беру, кладу в кастрюлю и подогреваю, чтобы он стал жидким. Маргарин мы растопили. И выливаем его в тесто. Я выключаю плиту и приступаю к замешиванию теста. Так, тесто соединилось. И теперь я выкладываю его на стол. Как всегда, чуть-чуть подпыляем, чтобы оно не прилипало к столу. И вымешиваем до однородной консистенции. Ну что, тесто собралось у меня в комок. Теперь я закатываю его в шар. Закрываю в пленку. И убираю где-то минут на 15-20 в холодильник. Ну а пока тесто охлаждается, я приготовлю банановую начинку. Для этого я беру один банан, очищаю его и нарезаю как можно меньше. Теперь я беру одну чайную ложку мускатного ореха, добавляю в бананы и 40 граммов абрикосового джема. Когда я был на Барбадосе, то я там видел, как растут бананы. На самом деле, это где-то трехметровые деревья. И чтобы эти бананы не ели птицы, не кушали обезьянки, их заворачивают в такие синие полиэтиленовые пакеты. Вот они там растут. И когда они поспевают, они падают. Вот мы ехали однажды на машине, смотрим, лежит целая связка уже в синем пакетике. Ну мы открыли багажник, сюда положили и поехали дальше. Поэтому очень удобно, когда гуляешь, и тут же лежат бананы, уже упакованные в синий пакетик. Вот такая получается ароматная банановая начинка. Абрикосовый конфитюр, мускатный орех и бананы. Тесто полежало, отдохнуло, стало более плотное. Беру муку, подпыляю стол. Сверху так же. И начинаю раскатывать. Надо раскатывать и не тонко, и не толсто. Если очень тоненькие будут, не очень хорошо толстые тоже. Поэтому среднюю раскатываем. Я думаю, где-то миллиметров 5. Значит, беру формочку и вырезаю кружки. Белком я смазываю лепешки наполовину внутри, для того, чтобы пирожки не раскрылись. Теперь я беру банановую начинку и выкладываю на середину пирожка. И вот таким образом пальцами беру бананы и вот так закрываю пирожки. Затем беру вилку и делаю вот такой узор по всему периметру и выкладываю на пергамент. Эти пирожки по своей форме мне напоминают черепаху. Вы знаете, когда я плавал в Карибском море, и мы ездили на экскурсию смотреть черепах, я думал, черепахи, черепахи там, ну, маленькие и все. И когда я плыл-плыл и чувствую, из-под меня что-то такое большое выплывает. Оказывается, это огромная черепаха. Она в диаметре где-то больше метра. Вот тут-то мне было очень не по себе. Так, пирожкам мы придали форму. И теперь я смажу желтком поверхность пирожков. Для того, чтобы у них был очень красивый колер. Если не смажете, то они будут белые-белые. И после того, как смазали желтком, самое время пить и ставить выпекаться. Ну, а пока выпекаются банановые пирожки, я приготовлю коктейль «Ленивая ящерица». Для этого мне потребуется 4 средних огурца, 3 киви и немного зерен граната. Для начала я возьму огурцы и освобожу их от кожуры. На самом деле, я очень боюсь лягушек, змеи, всяких ящериц, и к ним отношусь так очень осторожно. И каково было мое удивление, когда я отдыхал на Барбадусе, вечером я приходил в номер. И когда я подходил к кровати, то увидел, что на подушке каждый вечер лежит ящерица. Она небольшая была, но где-то вот такая. Но все равно она лежит на подушке, и как бы лежит и отдыхает. И поэтому, прежде чем лечь спать, надо было ее согнать, потом открыть одеяло, посмотреть, нет ли там ее подружки. Утром просыпаешься, то она на потолке, то она на стене, то еще где-нибудь. Вот так мы жили две недели с этой ящерицей. Поэтому, я думаю, сделаю этот коктейль, который будет называться «Ленивая ящерица». И теперь также чистим киви. Делаем такой необычный коктейль, зелененький киви с огурцом. Может быть многие из вас скажут «Ой, какая-то ерунда». На самом деле он готовится очень быстро, а в то же время он очень полезный и вкусный. Так, значит, берем четыре огурца, кладем их в блендер, берем киви, туда добавляем, нажимаем на кнопочку и вперед. Ну и все, несколько секунд и коктейль готов. Вот смотрите, вот такой он зелененький, с черненькими точечками. И теперь я беру бокал, насыпаю туда чуть-чуть гранатовых зерен и выливаю коктейль. Банановые пирожки готовы. Теперь самое время выложить их на тарелку. Желаю вам всем приятного дня и до встречи на телеканале «Домашний».